всем привет и привет александру с канала добра который еще давно давно в далеком 2015 году до нашей эры прислал мне посылку из самой америки представляете вот из сша и самой америки вот и ему за это огромнейший привет респект и огромное спасибо за посылку очень интересную очень вкусно очень клевую я уже нее сделал обзоры на всякие продукты и помог этой посылочке до меня добраться игорь ермоленко с канала дневник день за днем которому тоже привет и огромнейшее спасибо и сейчас будем пробовать очередную еду американскую вот и я забыл я еще хотел вставить шутку такой который пользоваться часто часто в комментариях но я забыл про нее я хотел сказать что александр с канала добра прислал мне посылку еще в 2015 году до нашей эры но видео про эту посылку до сих пор продолжают у меня сейчас выходить вот короче такие вот две разные коробочки я хотел попробовать в разное время но так получилось то что я потом потом немножко поменялось у меня я решил попробовать все таки в одно время ну чтоб время не трать лучше две вкуснятинки в одном видео чем одна правильно просто пытаюсь лицевую сторону найти в этой коробке а тут похоже а вон нашел короче две такие штучки о санек когда делал видео на своем канале про посылку он говорил что это такое но я уже не помню и вот сейчас мне интересно будет сначала попробовать если мне по вкусу это все понравится то я потом посмотрю знаю что такое вот тут написано поп тартс а я чит а я предстал поп фартс короче такая вкуснятика тут клубничка начинка с клубничкой эти штучки нужно в микроволновке разогревать типа тостер такой да вот тост с начинкой с клубничкой вот а вот эти вот это типа такос вот такос это очень популярная еда мексиканская вот да вот и американцы тоже очень любят ее есть и вот это типа такос с чисом начо чис начо знаете начо типа начо хуяча там не на самом деле такос они очень популярны очень вкусные штучки вот то есть вот эти вот сейчас мы попробуем две и попробуем и посмотрим вот но она тут видите ее можно так держать можно так держать можно так повернуть как хочешь вот две такие штучки ну давайте наверное начнем с такос да такос макос вот короче тут тоже для микроволновки инструкции написаны вот я сейчас скажу что посмотрю ну положить на тарелку так ага ну тут смотрите опять 30 на высокой от 30 до 45 секунд пока они не разогреются вот и опять же тут написано как в некоторых продуктах написано которые нужно микроволновки греть после того как они разогреются нужно чтобы они постояли еще одну минуту вот и тут можно даже в печке то есть в печи то есть не не только в микроволновке но еще и в печи их разогревать вот тут короче нужно их разогреть обязательно ну тут просто всякая информация написана коробка который я думаю в принципе особо не важна да вот такая вот она коробка короче это сейчас будем ее открывать это значит у нас так тут такая вот что язычок такой да открывается тут она вот так вот вот и вот они видите такие типов фольге там лежат тут я понимаю несколько штучек такой пакет здоровый нет тут одна одна такая здоровая но там они там их несколько в этом пакете вот короче это начо чиз тут очень аппетитная начиночка нарисована на к на коробке мне интересно а в натуре она будет такая в этом самом как его в реальность это корот круто это или не круто сейчас я просто недавно так проснулся пока я ведет снимать много заспан заспанный такой заспанный немного я заспанный немного повторение на повторение мало того что этот пакет есть ты его когда открываешь там еще один пакет запах кстати прикольный попер но они конечно же вот они как бы друг на друге тут лежат да вот конечно же это все ну санюка пока это все у него лежало потом пока еще до доезжал до москвы и потом еще до меня доходило вот она конечно же долго ну долго очень лежала вот поэтому я думаю что такие вещи их нужно ну пробовать как бы раньше то есть когда они изготовлены были вот опару это долго еще плыло ко мне до долго поэтому может быть это не не очень бы и будет вкусно но не знаю то есть я думаю что чем свежее тем лучше как бы да вот так ну вот как тут нарисовано нужно всю вот эту штучку положить выложить из этого из пакета и прям положить на тарелку на который ты будешь разогревать но у меня в принципе особо то тарелки никакой нету специальные у меня я просто думаю чё бы взять у меня просто крутящаяся херня мы просто ставим туда посуду например как тут ты хочешь разогревать суп в посуде и разогреваешь они а специальные тарелки у меня то особо даже нету включая посмотрю чё можно взять то вообще на тарелку на специально можно такую штучку попробовать сейчас я посмотрю нет это маленькая очень не влезут да вот тебе незадачка специальную тарелку ну да американцы у нее уже всякие есть приспособления у нас то блин я лох у нас ничего нет вообще ну ладно я тогда возьму обычную тарелку тарелку возьму тарелку не для микроволновки а они тоже наверно ну да обычную просто возьму на нее сейчас все дело мы положим вот я вижу они такие твердые то есть они наверное залежались очень там в перевозке в каких там о них условиях были значит опять когда так вот камеру оставить я зайду сейчас я просто распакую вот я их когда отрезал то там внутри они находятся и там еще внутри пакетик ну такая вот белая штучка какая-то лежит ну вот они короче там сейчас мы их на тарелку положим вот на такую вот нет нам специальной тарелки для микроволновки а чё это там на картинке была нарисована начинка такая а тут в натуре нет начинки смотри они они получаются все вот без начинки я думаю блин у меня тарелка просто маленькая действительно короче смотрите видите тут их несколько штучек они как бы вместе так лежат вот но тут начинки нету то есть это просто как бы ну как ракушки shells то есть вы понимаете да то есть об как оболочка такая без начин без начинки вот то есть они сами по себе видите что то уже сыпаться начинает потому что тарелка маленькая я положил на нее блин да у меня все просто через жопу блин я не знаю вот тут написано что их нужно выложить на большую тарелку у меня такой ну ладно короче сейчас сейчас чуть-чуть придумаю может быть просто так их положить на сам поднос который на микроволновке находится а ну блин только потом нужно будет протирать его потому что сами понимаете поднос который на микроволновке он не предназначен для того чтобы на него класть еду ладно я сейчас видео пока остановлю я пока сейчас найду что нибудь короче я нашел тарелку ну специально для разогрева в микроволновке вот такую вот вот большая такая круглая и туда их положил но они все уже как бы по кусочкам получается рассыпались то есть они должны быть целые а не видите рассыпались на кусочки вот то есть должна быть как бы целая такая штука вот такая вот да вот ну вот как так вот точнее вот вот такая она как бы рассыпалась уже на куски то есть я говорю при перевозке там при хранении пока это все и ехало летел там вот тряслось там перетрясалось вот то есть как бы Понимаете, то есть я-то думал, что оно, ну, сами понимаете Тако, они, я говорю, то есть они с начинкой То есть, ну, проще говоря, я их не ел в жизни никогда Вот, но я представляю, что они как шаурма То есть там вот эта вот натуральная начинка Они в таких вот штучках, да, и ты их прям сразу ешь То есть, соответственно, глупо было ожидать то, что настоящие тако будут тут внутри Они бы испортились давно, вот И тут написано же специально, я вот посмотрел начо-чиз Это же, это, я думал, что они будут с начинкой, да А сейчас вот так вот, если подумать, так они бы давно бы испортились Вот, поэтому тут как бы не сама начинка имеется в виду А со вкусом этой начинки, понимаете То есть сама вот эта вот оболочка, шелл, да Вот, тако шелл То есть сами вот эти вот оболочки, как бы, со вкусом этой начинки То есть тут не сама начинка, а просто ее вкус, понимаете Вот Просто они на картинке нарисовали, как в оригинале выглядит Ну, сейчас попробую немножко подогреть Совсем слегка Вот, 30 секунд буквально То есть они, видите, и они, как бы, такая начинка сухая получилась И она еще раскололась на кусочки, потому что она давно вылежала Так что видите То есть они получились не целые, а по кусочкам Тут есть кусочки такие, сейчас я попробую так просто Слушайте, вот они сухие, я сейчас попробую, да Они прям по вкусу, как, ну Как такие чипсы какие-то я ел, похожие Так, ну что, я немножко разогрел, сейчас попробуем Да, там написано было греть, пока они будут теплые А они у меня уже горячие получились Вот, слышите, как они шипят даже Сейчас немножко их остудим тогда Так, и у меня тут пока я... Ага, вот, нашел Просто у меня тут кусок упал И я сейчас его нашел Потому что они все стали крошиться Так Так, сейчас еще посмотрю тут А, еще написано, да, постоять одну минуту нужно еще Вот Ну пока она стоит одну минуту Давайте теперь с вами вот эти вот штучки заодно Распакуем Вот Это у нас, значит, ну я уже говорил, да, типа такие тостеры С начиночкой, с клубничкой Вот И тут, короче, написана инструкция Вот Можно их в сам тостер пихать или в микроволновку Вот Опять же микроволновку положить на тарелку И разогревать Но на горячей То есть на высокой Мощности Три секунды И прежде чем есть, нужно их немножко остудить Чтоб они остыли Вот То есть смотрите, получается, что всего три секунды Это ж мизер какой-то Ну тут опять же всякая информация нарисована, да Вот Ну вот Типа такой мини-комикс, что ли Во Короче Давайте тоже сейчас её откроем Тут вот такой вот язычок Во Ну вот легко, видите, тоже всё открывается Вот Упаковочка Я мне опять же тут Так же, видите, они тоже в этом пакетике В таких пакетиках Во Вот Тут их опять же несколько штучек Как было и в том Вот они, видите, вот ещё одна Вот ещё одна Вот они там лежат Так, ну чё Минута уже, наверное, прошла Сейчас давайте попробуем вот эти Я так немного камеру сдвинул А то она пока А так тут Просто тут мало места Тут ещё мама свои вещи наставила Вот Ну чё, давай попробуем вот эти Ммм Слушай, у тебя прикольный вкус Ммм Реально прям вкус сыра Но они какие-то хрустящие, твёрдые Должны они такими быть или нет, не знаю Ммм Вкус такой прикольный Но они горячие, твёрдые В принципе, по вкусу похоже на чипсы Какие-то я, похоже, и ел уже В России у нас русские Вот В принципе В принципе Угу То есть И по вкусу похоже И по вот этим ощущениям Такие вот во рту Ощущения какие-то Особенные Как Какие-то такие Ну, непонятные Не знаю, как объяснить словами просто Вот Похоже именно на те чипсы, да Угу В принципе, я не знаю Вкус прикольный Но Так, в принципе Не знаю Затрудняюсь Поставить Точную оценку Я бы примерно так От шести до Восьми, например Почему? Потому что Ну, во-первых Вкус хороший Приятный такой Но Вот это вот непонятное Какое-то ощущение Когда ты их ешь Как вот от тех чипсов Которые я ел Какие-то чипсы были Не помню, как называются Вот Они тоже вроде были Достаточно вкусные Или наоборот Я не помню Короче Вот Когда их ешь Какое-то такое странное ощущение Во рту И вот из-за этого ощущения Они мне не нравятся Вот Это тоже самая тема Может быть, потому что Они залежались долго Видите, как они Развалились Все хрустят На То же самое ощущение И вот из-за этого ощущения Поэтому я бы балл снизил Поэтому я бы шесть только Что-то шедевалов поставил Такой Из-за тех Смотрите В принципе, да Вкус хороший Но Не особо Прям такой суперский Вот Так, теперь мы что сделаем Теперь мы Мы попробуем Вот эти вот тосты Вот Еще раз посмотрю Так Ага, положить на тарелку Три минуты То есть три секунды Греть на высокой Вот И слегка остудить Вот Сейчас опять же мы Вот у меня тут они есть Да Вот эти вот Сейчас я их тогда Переложу аккуратненько Немножко в другое место Вот Я извиняюсь, что я так делал Ну Что меня особо Тут не видно Ну блин Просто тут такие условия у нас Куча всего Тут маленький столик Где стоит камера Хотя я мог бы В принципе Повернуть по-другому А ну ладно Уж тогда сейчас Ладно Время, чтобы не тратить Вот Короче, вот такие вот пакетики Мы сейчас их распаковываем И вот они там внутри лежат Слушайте, запах офигенный Обалденный запах Какой попер Ты их нюхаешь сейчас Вот Вот они там О, так эта большая Смотрите, они какие большие Сейчас я их прям на тарелку выложу А то, чтобы они не Не знаю, будут они крошиться или нет Это реально прям как тосты такие Сейчас вот я их из пакета выложил Так Вот Вот они на тарелке Смотрите, вот какие они Во Такие вот То есть они с одной стороны темные С другой стороны с такой вот начинкой Вот И вон там еще одна у меня лежит Так Сейчас я их как сделаю Я не знаю, как их положить Одну на другую Все-таки тут две в упаковке Да Вот они Я их так и сделаю Вот Положу их одну на другую Вот так вот И разогрею их Сейчас три секунды всего Надо греть Ну или Давайте вот так вот То есть я их положу не одну на другую Вот Одну в одну секцию Видите, тут просто она так разделяется Вот Одну в одну секцию Другую в другую Вот И разогрею Три секунды всего Надо греть Может быть, побольше чуть разогрею Не знаю, попробую Просто у меня печка-то другая, не такая, как, наверное Имеется в виду у американцев Ну, получше печки, чем у нас У нас-то говно какое-то, блин Непонятного производства Чуть-чуть сейчас Разогреем Вот Вот Так Сейчас я вам просто покажу, что коробка Что тут вообще нарисована Вот-вот Тебе показывал уже Так, ну че Я разогревал, они вообще даже Они даже, они ни хрена не теплые даже Ну, я говорю, печка-то говно просто Еще чуть-чуть подогреем Они вообще холодные, блин Вот Ну, высокая 3 секунды Я на максимальное Ну, я говорю, печка-то у меня говно Лучше, конечно, их в тостер положить У нас тостер, опять же, был раньше Но я не помню, сейчас он у нас есть И мы его выкинули давно Ну, не помню просто Вот Потому что у нас же не так, как в Америке У нас все, блин, говняное Ну, не то, что у них там Вот, поэтому у нас-то, может быть Оборудование-то не такое хорошее Ну, то есть, я имею в виду, что, например В тех печках Вот, вот теперь уже горячие Вот я чувствую В тех печках, которых Ну, просто нет Короче, ладно, забейте все, что я говорил Просто я имею в виду, что У меня не такая хорошая печка Как у большинства, наверное, американцев Потому что у меня печка Ну, непонятного какого производства Российского или хер знает какого Вот, оно достаточно старое И она Даже на высокой мощности Даже если я грею себе, например, какой-нибудь суп Она даже плохо разогревает Вот Уж что уж говорить об американской еде, да? Тем более Вот Ну, они вот Теперь они горячие получаются Вот Что мне мешало камеру обратно повернуть? Так Теперь они получаются горячие Давайте сейчас аккуратненько Вот так вот их возьму Ой, я прям беру Они прям у меня разваливаются Нет, аккуратно Какой-то вкус знакомый Клубничка тут Клубничка В принципе Хочется Сразу, знаете, чайку к ним Несладкого Прикольные штучки Как их описать-то попроще Даже не знаю Короче Короче, типа тосты с клубничной начинкой Ну, это, по сути, это и есть Вот как-то По Блин, не знаю Вот у меня что-то в голове Крутится-крутится Но я не могу никак сформулировать Мне этот вкус Сразу хочется чем-то запить его То есть клубника Достаточно такой сочный вкус Сладкий такой Вот И хочется чем-то запить В принципе Из 10 баллов Наверное бы Ну Тоже где-то бы 7 бы поставил Все-таки я думаю Их нужно Обязательно С несладким чаем Потому что они достаточно сладкие Вот То есть обязательно хочется Чем-то их запить О Так сухомятку Конечно, не особо Я извиняюсь Не особо-не особо, блять Сначала бы про жва Потом говорил, да Ну тоже Давайте Клубничный вкус Такой Хороший Давай 7 баллов поставим Семерочку Вот этим штучкам И тут просто сейчас Вот на тарелке Я сейчас наклонять Просто камень не буду Тут все, короче В крошках То есть они стали Крошиться Сразу сыпаться Вот Они достаточно горячие Получились Вот Они такие горячие Ты их ешь Они прям такие нежные Мягкие Хорошие Вкусные Вот То есть Когда я их сразу достал Они были прям такие твердые Вот А сейчас они разогрелись Они такие мягенькие Хорошенькие Вот 7-7 Я думаю К чаю это идеальная закуска Ну то есть Не идеальная, да Потому что они 10 баллов Поэтому не идеальная Вот Ну достаточно хорошая Очень хорошая закуска Вот Вот эти такос Такос Ну давайте такос Тоже 7 баллов поставим Тоже Хороший вкус Ну просто вот это вот ощущение Какое-то странное Которое вот было От каких-то таких чипсов Которые я тоже как-то ел Оно мне все-таки как-то не нравится Вот Поэтому я хотел поставить бы 6 Ну 6-7 Давайте короче Ладно Такос 6 Из 10 Вот Из-за того вот этого Щея Непонятного Не знаю Может быть это у меня чисто такое У каждого разный вкус Да Вот Вот это все-таки Чуть повкуснее Я бы сказал Да Вот это повкуснее Клубничка Вот Так что еще раз спасибо Огромнейшее За такую вот интересную Уникальную американскую еду Саньку С канала Добра За посылку Игорь Ермоленко Что посылочку привез Канал день за днем Вот Видео смотрите От Назад До нашей эры В 2015 год Перемотайте У вас машина времени Я знаю у всех есть на ютубе Вот Вы можете любое видео За любой год посмотреть Вот В 2015 году было видео У меня на канале Ну и канал Санька Тоже у Игоря Ермоленко Тоже у них У всех видео было Про посылку Так что можете все Посмотреть Ознакомиться Со всем процессом Сборки Посылки Довезки Ко мне Там Ну За всем Всем вот этим процессом Собрать Привезти Вручить Мне И я распаковывал И все Все короче Делал Тоже Короче Спасибо еще раз Всем ребятам Огромнейшее Передаю всем привет И также Спасибо зрителям Которым интересно Было посмотреть Я такого никогда Не говорю В своих видео Но в этом видео Я скажу Так что Спасибо всем Что посмотрели Там Приятно Когда там Тоже Ну Я особо стараюсь Не обращать внимания Но все равно приятно Ну То есть Я потому что Всегда делаю видео И я стараюсь Не обращать внимания На это На лайки На комментарии Ну что для меня Это особо не важно Потому что Самое главное Что есть люди Которым интересно Смотреть А уж Какие там комментарии Сколько лайков Дислайков Это как бы Для меня значения Особого не имеет Но все равно Конечно приятно Что есть люди Которые ставят лайки Поддерживают Пишут хорошие комментарии Вот этим людям И спасибо Так что Всех До встречи В следующих видео Всем всего хорошего Счастливо И Пока